25-летняя Татьяна выросла, не зная забот и хлопот. Отец Сергей Николаевич был миллионером, поэтому недостатка в средствах и развлечениях у наследницы не было. Она привыкла, что дома к ней относились как к принцессе, и требовала это и от других. Воспитание она получила отцовское. Мать девушки умерла, когда Татьяна была совсем малышкой, но в силу постоянной занятости Сергей не мог уделять дочке должного внимания. С ней носились многочисленные нянечки и гувернантки, оттого Татьяна выросла с чувством вседозволенности. Отец девушки заметил свое упущение, когда было уже полно. Он всех высот добился, был из семьи простых работяг, а забрался высоко только благодаря себе. Все здоровье, молодость и силы отдал. Единственная дочь стала его головной болью. На уме у девушки были только свидания, отдых с подругами в популярных ночных заведениях. За одну только ночь она могла оставить в клубе месячное жалование рядового инженера. Сергей уже привык выкрутасом своего ребенка, но до недавнего времени держался. Татьяна пересекла все мыслимые и немыслимые границы. Положение обязывало мужчину поддерживать имидж, заводить полезные связи. Вот он и подыскал Татьяне подходящую партию. Но девушка не желала подчиняться. В самый последний момент, когда многочисленные, высокопоставленные гости томились в ожидании появления молодоженов, девушка сбежала из-под венца. Уже стоя плечом к плечу с женихом, Татьяна заявила, «Не могу, не люблю, прости». С этими словами она подобрала тяжелые юбки пышного платья и помчалась вон по усыпанному лепестками роскоридору на улицу. Там ее ждал автомобиль. Девушка забралась в него и уехала в неизвестном направлении. Сергею не удалось избежать скандала. Его чуть удар не хватил после такого позора. Он вернулся домой и не обнаружил там дочери. Вот же паршивка, ну я и покажу. Будет знать, как над отцом издеваться. Воспитал на свою голову неблагодарную. Татьяна объявилась только через несколько дней. Ее сразу проводили в кабинет Сергея Николаевича под конвоем. Пока снова не сбежала. «Папочка, выслушай меня, прошу. Я так перед тобой виновата. Но неужели ты не понимаешь, что я по-другому не могла? Я его не люблю. Разве мог ты обречь на такую жизнь своего единственного ребенка?» Говорила девушка с искренними слезами на глазах. «Ты сделала меня посмешищем. Полюбуйся». Мужчина швырнул дочери газеты, где на первой полосе везде о нем и о Татьяне. «Ты ведь согласилась. Мы готовились несколько месяцев. Скажи пораньше, я бы принял твой отказ. Но не теперь». Голос Сергея сразу стал твердый. Он был решителен в своих намерениях проучить строптивую дочь. «Ты представляешь, какие проблемы теперь меня ждут. Это же сын губернатора. Такие люди не прощают унижения. И я тебя не прощу». «Я согласилась только ради тебя. Думаешь, мне было легко? Я не смогла пойти против себя. Прости. Я виновата. Но что теперь будет?» Осторожно спросила Татьяна, заметив пугающее спокойствие отца. «Иди к себе. Завтра поговорим». Девушку отвели в ее комнату в сопровождении охраны. Вечер она провела в страхе, но потом легла спать, решив, что отец, как всегда, перебесится и успокоится. Она не знала, что за ночь мужчина успел перекрыть доступ ко всем своим счетам, оставив девушку на попечении самой себе с минимальным запасом денег. Утром, после сладкого сна, Татьяна обнаружила на своем письменном столе записку от отца. «Таня, я уехал в Англию. Не пытайся со мной связаться. Я осознаю, что твое поведение – отражение моего воспитания. Поэтому это и моя вина тоже. Чтобы все изменить, я вынужден пойти на такие жесткие меры. Даю тебе три месяца, чтобы исправиться. За это время забудь о том образе жизни, что ты раньше вела. Оставь своих бестолковых друзей, пьянки и гулянки. Прекрати прожигать свою жизнь и задумайся, кто ты и чего хочешь, что ты умеешь. Если не прекратишь растрачивать себя и семейные ресурсы просто так, больше никогда не получишь от меня ни копейки. Оставляю тебе ограниченный запас денег. То, что ждет тебя в течение этих месяцев, может стать твоей реальностью, если пренебрежишь данным шансом. Учись нести за себя ответственность. До встречи и удачи, твой отец». Татьяна уронила записку на пол, раскрыв рот. Она не могла прийти в себя после прочитанного. Как он мог? Это было так не похоже на отца. Предпринять что-либо Татьяне не позволил вошедший в комнату охранник. «Татьяна Сергеевна, собирайтесь. По приказу вашего отца я должен доставить вас в ваш будущий дом в деревню. На сборы не более получаса». Татьяна покидала в чемодан все, что успела, набрав кучу ненужных вещей вместо того, что могло бы ей пригодиться. Она ехала с ужасом неизвестности по сельской местности и не представляла, как переживет все. В конце путешествия перед ней появился старый кирпичный дом. На самом деле, Сергей никуда не уезжал. Он просто сделал вид. Знал, что Татьяна не станет пытаться вернуться домой или падать перед ним на колени. Слишком горда она. Он оставил дочери немного денег на первое время, чтобы уж совсем не голодала. Их было достаточно, чтобы девушка начала соображать, что ей необходимо работать. Первая неделя отметилась для Татьяны сильным похмельем. Она потратила большую часть денег на дешевое вино в местном магазине и закуски. Она проклинала всех и все, звонила и плакала с городским подружкам, но те посочувствовали ее положению и устремились к своей яркой, обеспеченной жизни. Таня осталась совершенно одна в пустом, пугающем доме в деревне, где за рекой завывали дикие звери, где люди ходили по размытым улицам в резиновых сапогах и пачкали их навозом. Больше всего девушку раздражала и тишина. Не с кем поговорить, никакой музыки, никаких развлечений. Скука смертная. Именно скука и осознание неизбежности заставили Таню оживиться и примириться с обстоятельствами. Сперва она своими силами навела порядок в каждой комнате, что было трудно с непривычки. Зато уборка убивала время. Кулинарные способности девушки тоже стоило подтянуть, потому что от яиц и заварной лапши ее уже мутило. На помощь юной хозяйке пришла бабушка-соседка. Наталья, которая видела, как Таня неумело дергала сырники у крыльца. «Я твоего отца помню еще, совсем мальчишкой, а этот дом его отца, твоего деда», рассказывала старушка, позвав к себе молодую соседку. Вместе они лепили пирожки и делились воспоминаниями. Когда Таня узнала, в чьем доме живет, у нее даже проснулся интерес к прошлому своей семьи. Бабушка Наташа была отличной рассказчицей, и девушка стала у нее частой гостьей. Жизнь давалась легче, когда появился опытный человек, готовый разделить с ней все ее тяготы. Постепенно Таня привыкла к ежедневным хлопотам, полюбила деревенские виды. На улице стояло раннее лето. Под утренним солнцем она ходила за домашним молоком и творогом, чтобы испечь сырники по рецепту соседки. Рядом, словно ручной, шагал подросший котенок, которого недавно девушка спасла от непогоды. Малыш барахтался в канаве, а на улице никого не было. Так бы и захлебнулся бедняжка в дождевой воде, если бы не Таня. Теперь котенок ни на шаг не отходил от заботливой хозяйки, гоняясь за бабочками, кружащими над зеленой травой. Все было бы хорошо в жизни Татьяны, но острая нехватка денег давала о себе знать. Отец действительно больше не давал ничего, не пытался помочь, не поцелал своих прихвостней за ней наблюдать, а жить на что-то нужно. Девушка и пожаловалась соседке на свою проблему. Только это не беда, деточка, деньги трудом достаются, а на нашу почту как раз требуется почтальон. Ты молодая, сила есть круги по деревне наворачивать, иди и заяви о себе. Так и появится своя копейка, посоветовала ей бабушка Наташа. Не знаю, справлюсь ли я, вдруг чего напутаю, я же никогда ничего не делала, с сомнением отвечала Таня. Вот и попробуй, никто ничего поначалу не умеет, к тому же ты всегда можешь бросить работу, если не понравится. Делать было нечего, девушка согласилась, даже окажись она на грани, то не стала бы искать встреч с отцом и просить у него помощи, не в ее это характере. Неделю-другую Таня разносила почту. Поначалу путалась в закоулках, а потом разобралась и поняла, что не такая уж и сложная эта работа. Попадались и неприятные люди, но в основном от разноса почты оставалось приятное впечатление. Многие были не прочь поболтать с городской. Кто-то жил один и скучал без общения. Таня была им интересна. Вот она и задерживалась у чужих калиток, слушала рассказы пожилых жителей. Приятно было ощутить себя частью чего-то, быть принятой. В один из рабочих дней Таня с сумкой наперевес заметила на подоконнике одного из домов маленькую девочку, не старше трех лет. Она стучала по стеклу маленькими ладошками и что-то говорила. Таня испугалась, что девочка рисковала упасть назад или пораниться о стекло, которое могло разбиться. Под частым ударом стало ясно, что матери рядом с малышкой нет. Было понятно, что за ребенком никто не следил. Таня вошла в незапертый дом, обошла комнаты и убедилась, что никого из взрослых не было. «Где мама?» повторяла малышка. Таня взяла девочку на руки и пошла к холодильнику. «Как тебя зовут?» «Катя, а тебя?» Наивные грустные глаза изучали незнакомку. «Я тетя Таня. Не бойся, я найду твою маму. Ты знаешь, куда она ушла?» «Мамы давно нет. Я одна». В холодильнике еды не было, и Таня, переодев девочку, отправилась к соседним домам, чтобы узнать, куда могла уйти мама. «Вряд ли вы найдете ее, гулящая она», сказала Таня соседка, глядя на несчастного ребенка. Она всегда с городскими водилась, уезжала в город развлекаться. После одной такой поездки и родила Катеньку. Она за ней совсем не следила, оставляла одну дома. Теперь, видимо, опять укатила куда-то. Я ее дня два не видела. Как два дня, поразилась Таня. У нее в голове не укладывалось, что можно бросить своего малолетнего ребенка без еды, в пустом холодном доме, да еще и на несколько ночей. Отца, так понимаю, никто в глаза не видел? Соседка кивнула. Девушка не могла оставить Катю одну и забрала ее к себе. Весь вечер она с бабушкой Наташей развлекала малышку, чтобы ее матери. Но она не объявилась и через несколько дней. Таня подключила Виктора Ивановича, участкового, который помог ей разыскать отца девочки. Отца зовут Дмитрий, доложил участковый. Он и понятия не имел, что после его связи с Ниной у него появилась дочь. Он обещал приехать в ближайшие дни. Я оставил ему ваш номер для связи. Держите меня в курсе, пожалуйста. Конечно, спасибо вам огромное, Виктор Иванович. Я уже не знала, к кому обратиться. Для меня это просто шок, сказала Таня, прижимая малышку к себе. Днем за девочкой присматривала Наталья, вырастившая своих троих детей, а вечером, отработав смену, Таня забирала ее к себе. Катенька сильно привязалась к ней и не желала расставаться. Девушка впервые ощутила незнакомое ей чувство. Раньше ей никогда не доводилось кого-то защищать. Она привыкла считать себя хрупким созданием, нуждающимся в помощи. Первая встреча с Дмитрием, отцом Катей, прошла в неловкости. Он еще не принял свое отсутствие. Ему было непривычно держать на руках маленькую девочку и считать ее своим продолжением. «Я даже не знаю, что сказать. Я ж не виноват, но чувствую, будто сделал больно этому ребенку», объяснил мужчина, когда Таня встретила и пригласила его к своему скромному столу. Теперь она могла угостить людей собственной стряпней. «Я обычный инженер, звезд с неба не хватал, поэтому Нина меня и бросила. У меня не было детей до этого момента. Я не знал, что придется нести за кого-то ответственность. Не знаю, достоин ли я этого, но я вам очень благодарен, что вы не прошли мимо Катеньки. Вы изменили ее судьбу и мою». Взрослые общались еще долго. Катя к этому моменту уже сладко спала, обнимая игрушку, которую Таня взяла из ее родного дома. Дмитрий ничего не знал о прошлом девушке, думая, что она обычный почтальон. Он видел, как относится к ней его дочь. Девочка так привязалась к Тане, что стала называть ее мама Таня. Мужчина не знал, как ему стоит поступить, как разлучить двух людей, которые так нуждались друг в друге. «Я сниму небольшой домик здесь, в деревне, чтобы участвовать в жизни Кати», сказал Таня Дмитрий. Они проводили втроем много времени. Малышка стала чаще улыбаться и открывалась взрослым. Постепенно Таня привязалась к Дмитрию. Она была рада, что он не испугался и решил воспитывать девочку. Он был заботливым, мужественным и нравился девушке, несмотря на его скромный заработок. Мужчине она тоже понравилась. Ему было приятно, что люди воспринимают их как семью. Два месяца спустя отпала нужда жить раздельно. Таня и Дмитрий съехались. За это время Нина появилась в деревне один раз. Узнав, что с ее плеч упал груз в виде воспитания ребенка, она подписала все необходимые бумаги и уехала в неизвестном направлении. Когда Сергей Николаевич приехал в деревню, чтобы проверить, справилась ли его дочь с его заданием, он был приятно удивлен. «Проходи, папочка!» с доброй ухмылкой сказала ему Таня, «Буду знакомить тебя со своим женихом и дочерью». Мужчина опешил, но быстро пришел в себя. Он был рад переменам в жизни Тани и теперь был спокоен за ее будущее, а шустрая Катя быстро очаровала своего дедушку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго! До свидания!